на конец декабря 2023 года проведено 117 безаварийных пусков российских ракет космического назначения подряд с 2014 года с российских космодромов было совершено 212 орбитальных запусков из них 202 успешных 4 частично неудачных когда была потеряна часть запускаемых космических аппаратов или когда космические аппараты не были выведены на заданную орбиту также было совершено 6 неудачных аварийных запусков последний был в октябре 2018 года орбитальные запуски проводились трех собственных космодромов с космодрома плесецк который расположен 180 километрах от города архангельск с космодрома ясный который расположен на территории позиционного района домбаровский в оренбургской области из космодрома восточный который расположен в амурской области также орбитальные запуски проводились арендованного у казахстана космодрома байконур самого первого во всем мире космодрома кроме того запуски российских ракет носителей семейства союз-2 проводились из гвианского космического центра европейского космодрома расположенного вблизи города куру во французской гвиань с 2014 года с космодрома куру был совершен 21 орбитальный запуск из них только один частично неудачно процент неудачных запусков с российских космодромов из космодрома куру за 10 лет составил 2,6 процента всего с пяти космодромов за 10 лет было совершено 233 орбитальных запусков большинство запусков было совершено с байконура 122 также на байконур пришлось и наибольшее количество неудачных запусков 5 из 6 друзья не забывайте ставить классы и писать комментарии на сегодняшний день роскосмос эксплуатирует три ракета-носителя протон м трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса длина 56 метров а стартовая масса 705 тонн союз-2 семейство трехступенчатых ракет-носителей среднего класса в семейство входит 4 ракета-носителя союз-2-1-а союз-2-1-б и союз ста союз стб длина 46 метров стартовая масса от 306 до 313 тонн союз-2-1-в двухступенчатая ракета-носитель легкого класса разработана на базе ракета-носителя союз-2-1-б длина 44 метра стартовая масса 160 тонн также роскосмос проводит испытательные запуски ангары и разрабатывает перспективную ракета-носитель среднего класса союз-5 из 233 орбитальных запусков совершенных за 10 лет 27 пришлось на ракета-носители легкого класса стрелу ангару-1-2 днепр союз-2-1-в и рокот 168 на ракета-носители среднего класса зенит союз-у союз-фг и на семейство ракет союз-2 на ракета-носители тяжелого класса протон-м и ангару-а-5 пришлось 39 орбитальных запусков из 6 неудачных запусков по 2 пришлось на союз-2 и протон-м и по одному на союз-у и союз-фг ракета-носители союз-у и союз-фг выведены из эксплуатации в 2017 и 2019 годах соответственно их заменили ракета-носители семейства союз-2 также больше не эксплуатируется стрела днепр рокот и зенит российскими ракета-носителями во водились на орбиту два семейства космических кораблей прогресс семейство транспортных беспилотных грузовых космических кораблей разработанных для снабжения орбитальных станций максимальная полезная нагрузка 2500 килограмм и союз семейство транспортных пилотируемых космических кораблей разработанных для полетов по околоземной орбите экипаж корабля до трех человек С 2014 года было произведено 67 запусков космических кораблей 34 запуска ТГК «Прогресс», из них два неудачных И 33 запуска ТПК «Союз», из них один неудачный и один испытательный в 2019 году За 10 лет Роскосмос доставил на МКС, на 33 космических кораблях «Союз», 89 космонавтов и участников экспедиции Кроме космических кораблей в околоземное космическое пространство Выводились и другие российские космические аппараты различного назначения Например, навигационные спутники ГЛОНАСС-М Большие космические аппараты массой 1415 кг С 2014 года было выведено 11 таких спутников И еще 5 спутников следующего поколения ГЛОНАСС-К и ГЛОНАСС-К-2 Телекоммуникационные спутники-ретрансляторы серии «Луч-5» Их масса 1150 кг Было выведено 3 таких спутника Они позволяют поддерживать связь с космическими аппаратами, которые находятся вне зон видимости с территории России Спутники дистанционного зондирования Земли КОНОПУС-В Масса космического аппарата 465 кг Было выведено 5 таких аппаратов Спутники связи ГОНЕЦ-М Масса спутника 280 кг За 10 лет было выведено 18 таких спутников С 2014 года с российских космодромов и с космодрома Куру В околоземное космическое пространство Было выведено 940 космических аппаратов Из них 220 российских Причем 89 российских КА были выведены на орбиту за последние 2 года Большинство из выведенных иностранных космических аппаратов Составляют британские спутники связи OneWeb Давайте посмотрим, как выведенные космические аппараты распределяются по массе Половина выведенных космических аппаратов Это мини КА, из которых 428 британские спутники OneWeb На На КА было выведено 250, из них 72 российских Большинство На На КА это кубсаты Они выводятся, как правило, сразу по несколько единиц Либо посредством ракет-носителей Либо с борта космических кораблей и орбитальных станций Больших КА, массой более 1000 кг За 10 лет было выведено 77, из них 48 российских В том числе два модуля российского сегмента Международной космической станции Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль «Причал» Кроме того, 59 космических аппаратов было выведено в интересах Министерства обороны Но их масса нам неизвестна Теперь подведем итоги За 10 лет с российских космодромов и с космодрома Куру Было совершено 227 безаварийных орбитальных запусков В том числе 5 испытательных запусков «Ангары» И один испытательный запуск корабля серии «Союз» 64 космических корабля успешно доставили топливо, грузы, а также 89 человек на МКС В околоземное космическое пространство было выведено 940 космических аппаратов В том числе 220 российских Друзья, теперь все ролики доступны и на Рутубе Не забывайте ставить классы и писать комментарии Субтитры создавал DimaTorzok